В истории гамбургера лишь один факт не вызывает сомнений. Ноги у него, как говорится, я имею в виду у гамбургера, растут из немецкого города Гамбург, где задолго до появления американского гамбургера готовили блюдо под названием «рунштюк варм», что в переводе на русский значит «кругляшка теплая». Рунштюк готовят в гамбурге до сих пор. По сути дела, он представляет из себя горячий бутерброд из запеченной свинины, густо политый особым соусом. Приличных размеров кусок мяса держат в печи до тех пор, пока под ножом он не станет рассыпаться просто на нежные волокна. Вот тогда их собирают горкой между двух ломтиков небольшой булочки, кладут то, что получилось в тарелку и заливают сверху, щедро заливают горячим соусом. Понятное дело, руками такой рунштюк варм есть крайне неудобно. Немцы для этого выражаются ножом и вилкой. В Америке, куда идею рунштюк варм предположительно в 19 веке завезли немецкие моряки, блюдо постепенно стало превращаться в привычный нам гамбургер. Свинину в портовых тавернах Америки не подавали. Основным блюдом был жареный на огне стейк из говядины. Вот его-то, предварительно нарезав тонкими полосками и проложив жареным яйцом, укладывали между двумя половинками булочки. Другими словами, прототип гамбургера появился в Америке еще в первой половине 19 века. Описание гамбургского стейк-сэндвича можно найти в книге рецептов Бостонского кулинарного училища. Книга была издана в 1844 году, то есть за 56 лет до официально принятой даты рождения гамбургера. По одной из версий, это было изобретение немца-эмигранта Отто Куасва, который он назвал Deutsche Beefstecks, немецкий Beefstecks. Другая версия происхождения гамбургера связывает его с ярмарками, где американцы вырабатывали привычку есть на ходу. Один из претендентов на роль отца американского гамбургера, Чарли Нагриен из штата Висконсин, будучи 15-летним юношей, торговал обычными стейками на ежегодной ярмарке 1885 года. И заметил, что дело идет плохо, потому что посетители не хотят тратить время на перекус у прилавка. Это натолкнуло ему на мысль положить стейк между двумя кусками хлеба. И вот такой бутерброд не привязывал людей к лавке, они могли наслаждаться им в любом месте фестиваля. Гамбургеры Чарли в больших количествах продавались на всех ярмарках штата Висконсин вплоть до 1951 года, когда их изобретатель умер. Авторы еще одной версии происхождения гамбургера утверждают, что пока Чарли Нагриен кормил американцев бутербродами со стейком, уличные повара Франк и Чарльз Менчес додумались до бутербродов с пережаренным фаршем. Идея пришла им в голову на улицах города Гамбург в штате Нью-Йорк. Есть такой городок в Соединенных Штатах. Отсюда было название «Гамбургер», под которым братья привезли свой бутерброд на крупную ярмарку в Акронштадт, Огайо. Другой предполагаемый изобретатель гамбургера, повар Флетчер Дэвис, более известный как Старый Дэйв, утверждал, что идея положить фарш между хлебом возникла именно у него в конце 1880 года в техасском городе Афины. Журналист Фрэнк Толберг раскопал в архивах этого города упоминание о том, что Старый Дэйв действительно продавал гамбургеры, похожие на современные, в кафе по адресу 115 Тайлор Стрит в конце 80-х годов XIX века. Эти же гамбургеры с котлетой он постоянно привозил на ярмарку в Сент-Луисе. Однако, несмотря на то, что современный гамбургер – это все-таки котлета в булочке, ее крестным отцом американцы считают датского эмигранта Луи Лассона, который в городе Нью-Хевен, штат Коннектикут, ровно 121 год назад, 27 июля 1900 года, в ресторане «Луис Ланч» подал одному из посетителей гамбургер из нарезанного ломтиками стейка. Лавры достались Лассона, видимо, потому что судьба подарила ему долгую жизнь. О своем кулинарном подвиге он рассказал журналистам «Нью-Йорк Таймс», будучи древним стариком в 1974 году. Остальных изобретателей американского гамбургера давно уже не было в живых. Ну, учить вас, как готовить гамбургер, нет смысла, вы это прекрасно знаете без меня, но на всякий случай все-таки подкину пару модных идей. Первое заключается в том, что, собирая гамбургер или чизбургер, продвинутые любители этого блюда ко всем классическим ингредиентам обязательно добавляют раскрошенные картофельные чипсы, которые придают гамбургеру некоторую такую приятную хрусткость. Пробовал, знаю, прикольно, советую. И еще одна новомодная идея, которая, возможно, кому-то покажется форменным безобразием, а кому-то верхом вкусовой элегантности. Попробуйте, господа, вместо сыра растопить на вашем гамбургере пару долек горького шоколада, положив на них несколько кружочков острого перца чили. Тоже пробовал, и вы знаете, мне очень понравилось. Если и вам захочется испытать этот вкус, имейте в виду, шоколад действительно должен быть горьким, и никаких других ингредиентов, кроме острого перца чили и кетчупа, шоколадный гамбургер не потерпит. А вот теперь приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok